Здравствуйте, ребята! Как ваше настроение? Начнем наш урок математики с проверки домашнего задания. На дом вам задали на странице 167, номер 749. Два поезда вышли одновременно навстречу друг другу. Первый поезд двигался со скоростью 70 км в час, а второй со скоростью 64 км в час. Второй поезд прошел до встречи 192 км. Вопрос. Какое расстояние до встречи прошел первый поезд? Ребята, обратите внимание. Два поезда вышли одновременно навстречу друг другу. Следовательно, время, потраченное на весь путь, у них одинаковое. То есть Т1 равно Т2. Найдем время второго поезда. Для этого расстояние разделим на скорость и получим 3 часа. Но мы уже знаем, что время первого поезда и второго, потраченного на весь путь, одинаковое. Следовательно, если второй поезд шел 3 часа, значит и первый поезд шел тоже 3 часа. Найдем расстояние первого поезда. Для этого скорость умножим на время и получим 210 км. То есть первый поезд прошел до места встречи 210 км. Номер 752. Из 4 тонн вычитаем 5 центнеров. 4 тонны переведем в центнеры. То есть это 40 центнеров. Из 40 центнеров вычитаем 5 центнеров, получаем 35 центнеров. Из 5 часов вычитаем 12 минут. 5 часов переводим в минуты. Получаем из 300 минут вычесть 12 минут 288 минут. Из 3 минут вычитаем 40 секунд. Так как в 1 минуте, ребята, 60 секунд, 3 умножаем на 60, получаем 180 секунд. Из 180 секунд вычитаем 40 секунд, получаем 140 секунд. 240 кг, да еще 700 кг, получаем 940 кг. 450 метров, да еще 500, конечно, 950 метров. Из 7 дециметров вычитаем 9 сантиметров. 7 дециметров, ребята, переведем в сантиметры. Так как в 1 дециметре 10 сантиметров, значит, 7 дециметров – это 70 сантиметров. Из 70 сантиметров вычитаем 9 сантиметров, получаем 61 сантиметр. Надеюсь, ребята, у всех получились такие ответы. Тема «Деление числа на трехзначное число». 1080 поделим на 135. Найдем первое неполное делимое. 1 мы не можем взять, так как 1 меньше, чем 135. 10 тоже не можем взять, так как 10 меньше, чем 135. 108 тоже не можем взять, 108 меньше, чем 135. А вот 1080, ребята, больше, чем 135. Так как в делимом больше не осталось цифр, следовательно, 1080 и есть наше делимое. В частном мы получим однозначное число. 1080 разделим на 135. 135 округляем до 100. Получим примерно 10. Но, ребята, 10 не может быть пробной цифрой, так как наибольшее число единиц в разряде 9, поэтому берем по 9. Проверяем умножением. 5 и 9 – 45. 5 пишем под единицами. 4 в уме. 9 и 3 – 27. Да еще 4 в уме – 31. 1 пишем под десятками. 3 в уме. 9 и 1 – 9. 9, да еще 3 в уме – 12. 1012, ребята, больше, чем 1080. Следовательно, 9 нам не подходит. Берем по 8. 5 и 8 – 40. 0 пишем под единицами. 0 пишем под единицами. 4 в уме. 8 и 3 – 24. Да еще 4 в уме. Правильно, 28. 8 пишем под десятками. 8 пишем под десятками. 2 в уме. 8 и 1 – 8. Да еще 2 в уме. Да, ребят, получили 10. 1080 нам подходит. Следовательно, 1080 поделим на 135, получаем 8. Алгоритм деления. Первый шаг – наибольший разряд делителя. Второй шаг – количество цифр в частном. Третий шаг – округление делителя. Четвертый шаг – деление приближенных чисел. Пятый шаг – проверка. А теперь, ребята, закрепим. Номер из учебника на странице 168, 754. 1026 поделим на 171. Найдем первое неполное делимое. 1 не может быть, так как 1 меньше, чем 171. 10 тоже меньше. 102 меньше. А вот 1026, ребята, больше, чем 171. Следовательно, 1026 и есть наше делимое. В частном мы получим однозначное число. 1026 поделим на 171. 171 округляем до 200. 1026 разделим на 200, примерно получаем 5. Попробуем, подходит ли нам 5. 5ю 1, 5 пишем под единицами. 7ю 5, 35. 5 пишем под десятками, 3 в уме. 5ю 1, 5, да еще 3 в уме. Получаем 8. Проверяем, подходит ли нам. Ответ – 855. Из 1026 вычитаем 855. Из 6 единиц вычитаем 5 единиц, получаем 1 единицу. Из двух десятков, 5 десятков мы вычесть не можем. Занимаем у сотен. Но у сотен занять нечего. Мы занимаем у тысяч. А одна сотня, ребята, это 10 десятков. Да еще два десятка – 12 десятков. Из 12 десятков вычитаем 5 десятков, получаем 7 десятков. У сотен осталось лишь только 9 сотен. Из 9 сотен вычитаем 8, получаем 1. Получается, остаток равен делителю. Значит, нам 5 не подходит. Пробуем, умножаем на 6. 6 и 1 – 6, записываем под единицами. 6 и 7 – 42. 2 пишем под десятками, 4 в уме. 6 и 1 – 6, да еще 4 в уме, получаем 10. 1026 нам подходит. Следовательно, 1026 разделить на 171 мы получаем 6. Номер 755. Решим задачу. На двух участках была высажена помидорная рассада. На первом участке высадили на 720 кустиков больше, чем на втором. Площадь первого участка 500 квадратных метров, а второго – 320 квадратных метров. Нас спрашивают, сколько помидорной рассады высадили на каждом участке. Решим. Сначала найдем разницу между площадью первого участка и второго. Получается 180 квадратных метров. Так как, ребята, 720 – это тоже разница. Мы 720 делим на 180 и получаем, что 4 куста помидорной рассады посадили на 1 квадратный метр. 500 умножая на 4 – и получается 2000 кустов высадили на первом участке. 320 умножая на 4 – 1280 кустов посадили на втором участке. Проверка. Из 2000 вычитаем 1280, получаем 720. Верно? Ведь на 720 кустиков было больше на первом участке, чем на втором. Запишем ответ. На первом участке высадили 2000 кустов помидорной рассады, а на втором участке – 1280 кустов. Номер 756 вы решите самостоятельно. А 757 разберем с вами. Расставьте скобки так, чтобы равенства были верными. 180 разделить на 5, прибавить 4 еще умножить на 5 – мы должны получить 56. Задумайтесь, ребята. Подумали? Вы правильно говорите. 180 делим на 5 – получаем 36. 4х5 – 20. 36 до 20 мы получили 56. Подумайте над вторым примером. Молодцы. 5 плюс 4 мы возьмем в скобки, получаем 9. 180 делим на 9 – получаем 20. 20 умножаем на 5 – 100. Молодцы, ребята. Дома обязательно выполните задание на странице 169, номер 758 и номер 759. 758 обязательно решите столбиком, используя алгоритм. Спасибо большое за внимание. До свидания.